всем большой привет и рад приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас будут капкейки капкейки красный бархат и для нашего капкейков понадобится мука и какао берите какао хорошего качества но чтобы привкус у вас был потом такой шоколад у меня локализировано идет ванилин ванильный сахар лимонный сок сода сахар молоко я яйцо яйцо и масло масло прям пункт на температуры и берите не меньше 82 процентов первым делом нам нужно довести до кипения прям горячим до кипения до горячего состояния молоко и перемешать с ним лимонный сок создавая такой найти типа как просто кваши кефира в оригинале же идет пахта но так как у нас такого пахта не существует поэтому будем делать из молока молоко нагрелось теперь сюда отправляем лимонный сок как вы видите уже начало с кисанием чтобы сворачиваться молоко все теперь это пока оставляем в сторону далее берем масло чтобы оно было прям очень такое найти видите какого теплого после растаявшего состояния сюда сахар и ванильный сахара и ванильный сахар это все хорошо перетираем немножко перетерли берем яйцо слегка сахар сначала половину это все хорошо перемешаем и остаток теперь сюда берем нашу муку с какао и в один прием все просеиваем нашу смесь так перемешиваем добавляем половину и остаток теперь сюда я забыл изначально сказать идет красный краситель и красителя берите немного но где-то пол чайной ложки потому что я видел некоторые даже в некоторых рецептах написано чуть ли не две столовые ложки то представляете что это такое пол чайной ложки и вот видите какой результат и теперь самое последнее что осталось сюда добавить это у нас будет сода гашен на лимонный сок гашен на лимонный сок все тесто готово еще раз просто пройду с лопаткой гашен на лимонный сок и для удобства гашен на лимонный сок упекать буду я в таких капсулах и наполняем где-то на половину даже чуть меньше потому что они будут еще подниматься все друзья капсулы наполнил теперь отправляю где-то минут на 25-30 на 160 градусов в заранее разогретую духовку ну и соответственно можно еще проверить на зубочистку что друзья капкейки готовы видите она практически до края дошло но не сбежала и шапочки практически ровно теперь достаем на решетку и полностью полностью остужаем вот так вот пока это все выглядит на какую поднялось и шапочка видите ровная практически небольшой бугорок все теперь вот это все оставляем до полного остывания и пока друзья капкейки остывают приготовим для них крем для шапочек и это у меня будет крем-чиз и соответственно нам нужен сам творожный сыр масло тоже комнатной температуры чтобы было сахарная пудра ваниль ванильный сахар ваниль экстракцию добавлю все это должно быть охлажденно пока мы вот это все взбиваем будет холодильнике начнем с того что просто масло будем взбивать такой да чуть-чуть побелением масло немного побелело собираем со стенок теперь добавляем сахарную пудру и ванильный теперь это практически до белого будем взбивать взбили тоже такое пышное белое состояние опять соберем со стенок и теперь добавляем творожный сыр опять все хорошо объединяем только сильно много не взбивайте чтобы не перелить все друзья крем готов просто теперь лопаткой объединим так вот более видите какая текстура и перекладываем в мешок у меня тут идет насадка 1М и перекладываем в мешок у меня тут идет насадка 1М все и крем готов теперь отправляю в холодильник и жду до остывания самих капкейков и 1М это вот такая вот насадка если кто не знает что друзья капкейки мои остыли вот так вот выглядит видите они даже за пределы не выходят все теперь будем украшать вы можете на свое усмотрение здесь скажем сделать дырочку туда любой наполнитель сюда вот очень хорошо подойдет скажем клубничное варенье из черной смородины у меня сегодня будут такие все теперь будем делать шапочки все шапочки сделал и в виде украшения у меня будут такие вот сердечки ну и все я кокейки мои готовы теперь вам покажу как он выглядит сбоку так сверху тут уже как украшать каким кремом тут уже на ваш выбор я хотел лишь поделиться с вами с самим рецептом теста красный бархат и сейчас одну покажу какое получается внутри очищает сообщение легко то есть не прилипает бумаге ничего ой не забыл донышко видите не горело ничего сейчас покажу как он внутри вот друзья какой он пористый тоже момент влажный как и красный бархат бывает что пробуйте думаю вам понравится а чтоб не пропустить новое видео подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк если вам понравилось это видео а у меня все всем хорошего дня и до новых встреч всем пока 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 пока